Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире еженедельная программа «Из жизни епархии». С вами в студии Светлана Хабарова, и вот о чем мы сегодня вам расскажем. Божественная литургия архиерейским чином в Крещенский сочельник. Православные отметили и великий праздник обрезания Господни. Церковь чтит память преподобного Серафима Саровского. Свет рождественской звезды в Кирсанове состоялся традиционный фестиваль православной культуры. 18 января в новичере Богоявления Крещенский сочельник епископ Уваровский Кирсановский Игнатий совершил предваряемую вечерней божественную литургию святителя Василия Великого в Христорождественском кафедральном соборе города Уварова. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа – один из важнейших христианских праздников. В этот день православные всего мира вспоминают евангельское событие – крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Крестил Спасителя пророк Иоанн Предтечи, которого также называют Креститель. Господь Иисус Христос, Второе Лицо Пресвятой Троицы, сошел в реку Иордан и крестился от пророка Иоанна. В это время Дух Святой в виде голубини сошел на Второе Лицо Пресвятой Троицы Иисуса Христа. «А с неба был глаз от Отца, сей есть Сын мой возлюбленный, в нем же мое благоволение». Еще этот праздник поэтому называется «Богоявлением». Почему? Потому что именно в этот праздник Святая Троица явила себя как Отец, Сын и Святой Дух. Троица единосущная и нераздельная. Духовенство в праздник Крещения Господня облачено в белые ризы. Главная особенность праздничного богослужения – это освящение воды. Воду освящают два раза. 18 января – крещенский сочельник, чином великого освящения воды, которое еще называют Великой Агиасмой. И второй раз в день Богоявления – 19 января на Божественной Литургии. По традиции крещенскую воду хранят год до следующего праздника Крещения. Пьют ее натощак благоговейно и с молитвой. Традиционные крещенские купания в этом году в Уварове будут организованы в привычном месте на озере Мечкасское села Нижний Шебряй. Молебен и освящение купели состоится в 19 часов 18 января. После этого все желающие могут окунуться в прорубь. Иордань будет доступна до 2 часов ночи 19 января. До этого времени у проруби будут дежурить сотрудники органов правопорядка и спасатели – бригада медиков. Традиционно будет организовано чаепитие. Желающим принять участие в крещенских купаниях стоит оценить состояние своего здоровья для принятия решения о целесообразности участия в мероприятии. Также в этот вечер 18 января в 21.30 будет совершен чин великого освящения воды и освящения Иордани на территории музея-заповедника Сергея Васильевича Рахманинова в селе Ивановка Уваровского муниципального округа. Всех присутствующих будет ждать горячий чай и сладости. Традиция купания в Иордане – напоминание о том, как крестился Иисус Христос. Но важно заметить, что Церковь не предписывает обязательное купание в проруби, дабы очиститься от всех грехов. Купание в Иордане не является церковным таинством или обрядом. Это именно народная традиция празднования крещения Господня. 14 января в праздник обрезания Господня и День памяти святителя Василия Великого, архиепископа Кесарей Кападокийской, владыка Игнатий совершил божественную литургию в Александроневском храме рабочего поселка Мучкапский. 14 января Православная Церковь празднует обрезание Господня. Евангельское предание гласит, что на восьмой день после рождения Иисус Христос по ветхозаветному закону прошел обряд обрезания. Обряд был установлен для всех младенцев мужского пола в знак завета Бога с братцом Авраамом и его потомками. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ При совершении этого обряда божественному младенцу было дано имя Иисус, Спаситель, произнесенное Архангелем Гавриилом еще в День Благовещения Деви Марии. По толкованию отцов Церкви Бог Сын принял обрезание, чтобы показать людям пример неукоснительного исполнения божественных установлений и чтобы никто впоследствии не мог усомниться в том, что Он был истинным человеком, а не носителем призрачной плоти. В Новом Завете обряд обрезания уступил место Таинству Крещения, прообразом которого Он и являлся. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Таинству Крещения Деви Марии. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Праздник обрезания Господня продолжается один день и соединяется с празднованием памяти святого Василия Великого, архиепископа Кесарейка Падокийской, в народе известного под именем Васильева Дня. Василий Великий – богослов и философ, много сил и внимания уделил литургическому творчеству. Мы обязаны святителю Василию нынешним текстом символа веры. Им был написан трактат о Святом Духе. Был это святой 4 века, его называют Селинский учитель, как и святитель Иоанна Златоустого. У нас три в церкви святителя Великих и учителей Селинских. Это святители Иоанна Златоуст, Василий Великий и Григорий Богослов. Вот сегодня мы совершаем память одного из великих святителей, и учителей Селинских. Чем же они прославились? Они прославились своей жизнью, своим учением, своей борьбой с пороками, как святители Иоанна Златоустого общества, с Ересью Гария, как прославился святитель Василий Великий и Григорий Богослов, почему он богословом называет, потому что он утверждал православие. Ряд творений святой Василий Великий посвятил толкованию священного писания. Также он написал устав монашеской общины, создал наставления для верующих, желающих преуспеть в христианском благочестии. За подвижническую жизнь он был прозван в народе великим. В завершение богослужения владыка Игнатий обратился к верующим с архипастерским словом. Если мы пребываем в церкви, в этом корабле, то мы не подвластны тем бурям хритейским, тем переменам, тем испытаниям, тем волнениям, которые в мире происходили, происходят и будут происходить. И поэтому, конечно, старайтесь быть в церкви Божьей, пропитывайтесь этим настроением благодатным, церковной жизни, благодатной службы церковной. И когда мы здесь пребываем, исповедуемся еще и участвуем в Таинстве, в Исповеде, в Причащении, конечно, Господь нам помогает, укрепляет Свои благодати. И то спасение, которое Он нам даровал, принес на землю, родившись на этой земле, оно усваивается нами, честь благодать Божия. В ответном слове настоятель Александра Невского храма священник Дмитрий Овсянников от лица прихожан поблагодарил владыку Игнатия за визит, заботу и совершенное архиерейское богослужение. И сегодня, вот в этот день, обрезание Господня также, вот мы поражаемся, да, и тому, что Господь, Он вроде и дал этот закон людям, и в то же время пришел сам исполнить этот же закон, данный через Моисея избранного народу. Вам, Владыка, желаем здоровья, духовного, телесного мира, радости, спасения, Божьей помощи Вашим, и легкому архиерейскому служению. Сегодня большой праздник Василия Великого. Ну и вообще святые дни идут, такие праздники хорошие. Мы от души рады, с чем хочется поздравить всех вас, всех прихожан. Праздник большой. Владыка нас посетил сегодня, чему мы очень рады. Спасибо ему за внимание. Итак, и день сегодня такой у нас ясный, хороший. Очень волнение, конечно, есть в душе, но мы празднуем все вместе, и праздник замечательный. Всем здоровья, дай Бог, всего самого хорошего. Поздравляю с праздником, желаю здоровья, благополучия, и чтобы все было хорошо. 15 января Православная Церковь отмечает представление и Второе обретение мощей Великого русского подвижника преподобного Серафима Саровского. В Кафедральном соборе города Уварова прошла Божественная Литургия, возглавил которую правящий архиерей. 15 января пред благоявлением Православная Церковь отмечает Второе обретение мощей преподобного Серафима Саровского, чудотворца. В этот день в Христо-Рождественском Кафедральном соборе города Уварова Божественную Литургию совершил епископ Уваровский Кирсанский Игнатий. В этот день в Христо-Рождественском Кафедральном соборе города Уварова престольный праздник, так как левый предел храма посвящен Серафиму Саровскому. Православные верующие говорят, что он отвечает всем, кто к нему обращается, с искренней молитвой или с вопросом, то есть с просьбой о вразумлении. Конечно, отвечает он не в виде слов, а в виде меняющихся обстоятельств всю жизнь, которые приносят и утешение, и исцеление, а иногда и смену нашего отношения к ситуации. Причем бывает, что изменения эти совсем не соответствуют тому, как мы их себе представляли, но всегда оказываются в конечном счете еще лучше. Сегодня праздник преподобного Серафима Саровского, нашего великого святого, которого мы все, христиане, почитаем. Поэтому приходим в храм, молимся, причащаемся. А еще Богоявление сегодня – предпразднество, когда поется предпраздничный тропарь этому празднеству. И с этого дня начинается предпразднество. Каждый день, когда мы готовимся к крещению, чтобы тоже в великий праздник наш причаститься, помолиться обо всем христианстве. Мощи святого Серафима хранятся в Нижегородской области, в Дивейском женском монастыре. Эта обитель в последний период земной жизни преподобного стала его любимым детищем. Он очень заботился о ней. В наши дни туда приезжает множество людей, чтобы поклониться нетленным останкам святого подвижника. Еще большее число верующих молится с Серафимом Саровским и просят его помощи. Говорят, что батюшка всегда дает дельный совет. И люди понимают, что это был ответ от него, даже если ответ этот приходит через несколько дней и недель после молитвы. В окончании богослужения правящий архиерей поздравил всех прихожан с праздником и сказал слова на путь. Дорогие прихожане, мы вас поздравляем с праздником, с памятью преподобного Серафима Саровского, Всероссийский Чудотворца. В нашем храме левый предел посвящен этому святому. Но и сам, конечно, преподобный Серафим является одним из самых любимых святых нашего русского народа. Поэтому, чтобы вот это почитание святого, обращение к нему, оно было так многоплодно, надо стараться в чем-то подражать преподобному Серафиму Саровскому и нашим святым какими-то добрыми делами, покаянием или еще чем-то исполнением заповедей евангельских. И тогда вот это небесное, оно будет соединено с земным. И помощь, она будет, конечно, всегда с нами, от Бога и от наших святых. От нас это зависит. Если мы захотим, все это в нас будет. Как говорил преподобный Серафим Саровский, радость моя, возложи упование на Бога, попроси его помощи, да умей прощать ближних своих, и тебе дастся все, о чем попросишь. В центре досуга «Золотой Витязь» города Кирсаново состоялся традиционный фестиваль православной культуры «Свет рождественской звезды». В этом году в нем приняли участие порядка 80 воспитанников воскресных школ Кирсановского и Умецкого благочиния. Почетным гостем фестиваля стал епископ Уваровский-Кирсановский Игнатий. В святые праздничные дни свет рождественской звезды продолжает сиять над всем миром, возвещая радостную весть о рождении Богомладенца Христа. По доброй традиции прославить имя Спасителя и вместе порадоваться наступившему празднику Рождества Христова в центре досуга «Золотой Витязь» собрались воспитанники воскресных школ архиерейского подворья Тихвинского храма и Космодемьяновского храма города Кирсаново, а также храма Казанской иконы Божьей Матери. Умедского благочения. Добрый вечер, добрые люди, а пусть веселый праздник будет, с Рождеством вас поздравляем, счастья, радости желаем вам! Христос родился славите, Христос небес встречайте. Смысл этих рождественских песнопений в полной мере отражает содержание выступлений детей и взрослых. Со сцены звучали трогательные стихи и гимны родившемуся Богомладенцу Христу. Дети славили его вместе с ангелами и вифлеемскими пастухами и, как мудрецы Востока, трогательно и с любовью поклонялись ему. Зашлась на небе ночная звезда, всем подарив волшебство, и сказка в наш дом мгновенно пришла. Это оно, Рождество, светом своим согреет вокруг и под защиту возьмет. Каждого, кто верил, гнетет, и чудо великого ждет. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Мне очень нравится светлый праздник, Рождество, Христос родился. Мне понравилось, как мы сегодня выступали, но и замечательно выступали другие. Этот праздник семейный, он мне очень нравится, как и Новый год. Рождественский фестиваль подарил участникам и зрителям радость светлого и доброго праздника, возможность приобщиться к православной культуре, истории и традициям празднования Рождества Христова. Важность такого мероприятия состоит в том, что дети узнают о своей вере, ведь с чего началось христианство, когда Господь пришел в мир, стал человеком, нам рассказал о Боге. И дети, познавая эти истины, они, конечно, будут уже к другому стремиться. Не только какие-то развлечения, они уже задают какие-то вопросы, им что-то интересно, что такое вертеп, а что такое вифлемская звезда, как это все было, а когда родился Христос, кто к нему пришли, вот они все об этом узнают, им самим интересно, и, конечно, с нашей стороны большая ответственность до них донести, все это правильно, чтобы они все поняли. Но детское сердце, оно всегда чувствует, где правда, где ложь, и оно нам, конечно, помогает. Они сами, дети, нам помогают в этом деле большом. По окончании рождественского представления со словами приветствия к присутствующим обратился епископ Уваровский и Кирсановский Игнатий, который поздравил всех со светлым праздником Рождества Христова и поблагодарил участников за прекрасные выступления. Спаситель как раз и говорил, не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное. Мы посмотрели, поблагодарим наших дорогих участников. Благодарим. Мы все, что готовим к этому представлению. И на их примере, на их чистоте души, стремлении к светлому, радостному мы сами будем стараться быть такими чистыми, светлыми, радостными, всегда Богу благодарить, надеяться на лучшее, но и, как говорят в нашем народе, на Бога надеяться сам не плашать, самим действовать и трудиться для того, чтобы это лучшее всегда было в нашей жизни. С праздником! За добрые эмоции от выступлений всех участников фестиваля поблагодарила и начальника отдела по культуре, и молодежной политики администрации города Кирсанова Ирина Оржаева. Именно такие фестивали помогают нам приобщать подрастающее поколение к исконно русской духовной культуре. И я хочу от всего сердца сказать огромное спасибо нашим артистам за то волшебство, которое они подарили нам сегодня, за те эмоции, которые мы испытали в этом зале. Каждое выступление было наполнено светом, добром, любовью, Божьей благодатью. Завершился фестиваль на сладкой ноте. После выступления детей ждал сладкий стол и рождественские подарки. На этом наш выпуск завершен. По его окончании хотелось бы напомнить всем слова преподобного Серафима Саровского. Радость моя, возложи упование на Бога и проси Его помощи, да умей прощать ближних своих, и тебе дастся все, о чем попросишь. На этом мы с вами прощаемся, до следующей встречи и пусть Господь хранит вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин